Музей Брест-театральный не раз собирал в своих стенах интересных брещан. Так произошло и в этот раз. Знакомство руководителя музея Анны Ковалевой с коллекционером бегемотов Татьяной Барковской воплотилось в новый проект, который стал своего рода открытием для нашего города. Вернисажей модели бегемотов ранее в областном центре не было. Очень приятно, когда люди соглашаются, потому что надо бывает, люди начинают стесняться, где-то бояться, ой, кому это надо. А в результате получается, что действительно надо. И учитывая, что музей, как бы мы ни говорили, он большой, городской, общественный, но все-таки в первую очередь он рассчитан на подрастающее поколение. Мы хотим всегда детям показать, что надо не только как бы зациклиться на одной школе, а еще есть, кроме школы, есть огромный большой мир, который называется досуг. И вот чтобы они чем-то занимались в свободное время, вот именно, или руками что-то делать, или коллекционироваться. Это тоже ведь, ведь даже вот мои дети, когда мы готовили выставку, расставляли, понятно, что мы игрушки расставляем, потом мы ищем какие-то тексты. То есть это расширяет кругозор ребенка. Ведь учитель по своей сути, как бы он замечательный человек, но у него есть программа. И он как бы при всем своем желании ограничен вот рамками учебника. А музей, к счастью, он не ограничен рамками учебника. Поэтому можем дать детям какие-то знания, познания, или просто толкнуть на какой-то интерес вне учебника, вне той школьной программы, которая будет. Несмотря на свою внешнюю массивность, а бегемоты являются третьими по величине животными в мире, их изображения в кинолентах и мультфильмах чаще всего шуточные и добрые. Смешные задорные пухлячки, так с любовью называет их Татьяна. Визуально очень милые и смешные. Их игрушечные образы несут в дом уют, свет и добро. То, чего нам порой так не хватает в нашем непростом мире. Среди экспонатов как достаточно крупные модели, так и миниатюрные. Выполненные, например, с использованием камней Сваровски. Это вот любимый мой гемот. Зовут ее Глафира. Она такая теплая, пушистая. И когда иногда я струсую, то я, если ее обниму, все проходит. В коллекции очень много мягких игрушек, очень много функциональных игрушек, таких как мыльницы, тапочки. У меня есть футболки с принтами. Экспозиция с первых минут захватила полностью внимание увлеченных школьников. Впечатлила их и выставка, и интересные факты, рассказанные юными экскурсоводами музея Брест-театральный. Ребята стали, по сути, первыми зрителями необычной коллекции. Однако Татьяна Барковская уверена, что приверженцев ее увлечения достаточно много. И, возможно, они есть даже в Бресте. Коллекционер уверена, что поддерживать такое общение было бы интересно и полезно. Буду рада, если где-то в Бресте найдутся мои коллеги, скажем так. Потому что на самом деле нас много по миру.